С того момента, как Land Rover прекратил выпуск оригинального Defender, истинные фанаты модели внимательно следят за судьбой проекта Grenadier, то бишь Grenadier. Ведь поклонники культового вездехода получили шанс заиметь не просто возрожденную, а улучшенную версию своей автомобильной иконы. Коротко напомним предысторию. Британский нефтехимический гигант Ineos решил действовать кардинально, создав собственный Defender. Глава концерна Джим Рэдклифф поначалу просил Land Rover продать ему права на классическую машину, но встретил резкий отказ. В итоге упрямый англичанин собрал команду специалистов и заручился инженерной поддержкой компаний Magna и AVL. Временами амбициозный проект пробуксовывал, но теперь опасаться нечего. Серийное производство новинки скоро стартует. Точкой сборки внедорожника станет завод во французском Ambach, ранее принадлежавший концерну Daimler. Сейчас там еще выпускают микрокары Smart for Two, но летом производство малышей прекратится. Первыми рынками, куда осенью придут новые машины, станут Европа, Австралия, Новая Зеландия, а также некоторые страны Африки и Ближнего Востока. Создатели Гренадера надеются на отменный спрос, так как автомобиль должен выйти надежнее старины Defo. Поэтому гарантия 5 лет, причем на Ближнем Востоке и в Европе, без ограничения пробега. Ради пущей долговечности список поставщиков составлен сплошь из именитых компаний. Раздаточную коробку предоставила фирма Tremec, приводные валы Dana Spicer, неразрезные мосты Carrara, пружины подвески Ibach, а тормозные механизмы Brembo. Наконец, блокировки дифференциалов выдал Eaton, а внедорожные шины BF Goodrich. Ну а двигателями поделилась марка BMW. В гамму моторов вошли трехлитровые рядные шестерки, бензиновая и дизельная. Коробка передач безальтернативный восьмиступенчатый автомат CF. Независимо от двигателя, стартовая цена будет одинаковой, от 49 тысяч британских фунтов, что примерно равняется 4 миллионам наших рублей. К продажу пойдут двух- и пятиместные фургоны, в первую очередь адресованные корпоративным покупателям. А вот частникам предложат полностью остекленные пятиместные универсалы. Притом ценители комфорта смогут заказать кожаный салон, пару огромных люков и другие приятные излишества. Кстати, что касается салона. По словам создателей этого интерьера, они посмотрели, как организовано внутреннее убранство кабин самолетов, кораблей и тракторов, а потом сотворили нечто похожее. В том смысле, что для всех перечисленных типов техники функциональность важнее дизайна. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok